Привет ВКонтакт! Привет Твич! 12 апреля, утро, 10 часов и после длительного отсутствия мы возвращаемся с нашей утренней передачей. С вами Андрей Сиротин. Тарас всю ночь работал, говорит, что чертовски устал и поэтому он, видимо, пропустит сегодняшний эфир, но возможно чуть позже он подключится. Сейчас мы посмотрим, все ли у нас работает. В ВКонтакте вижу, работают все радиостанции Советского Союза. Да, и Твич пошел. Трансляция идет или у меня проблемы? Все идет. Друзья, собственно, нас не было, не знаю, сколько нас не было-то уже. Когда мы? Неделю почти, да? Мы, кажется, 5-го числа улетели. В прошлую среду. Спустя неделю вернулись все уставшие. Вчера, к сожалению, тоже не смогли провести передачу. Привет-привет, подтягивайтесь. Вкратце вам расскажу, где мы были. Мы не скажем, а что делали на экране. Собственно, друзья, мы летали на фан-фест по игре EVE Online, который проходит традиционно в Исландии, в столице Исландии, в городе Эрик-Явик. Если вы не знаете, это вообще жопа мира. Это прям настолько жопа, что лететь туда нужно с пересадкой. Нас это заняло целый день. Обратно тоже жопа превращается в блин. Мы летали с несколькими... Давай я вам несколько фоточек для начала покажу, чтобы пока подтянутся люди. Так, Тарас что-то пишет. Что у нас пишет Тарас? Запускает так. Да, пойду поем таблеток. В общем, Тарас пойдет есть таблетки. Это мы на пересадочке. Тут с нами еще летал Антон Логвинов. Ребята со фклаба. Канобу, Тарас. Вот он сбоку тут. Не влезает в кадр. Вот, летали мы в Исландию на фан-фест по игре Ив Онлайн. Это такая. Раз в год в столице Рик-Явики проходит фан-фест, посвященный игре Ив Онлайн. Все фанаты вселенной могут следеться, пообщаться с руководством, обсудить какие-то новинки, пофоткаться. В общем, несколько дней все в пьяном угаре что-то там делают. Еще фан-фест также проходит в Штатах и в Вегас, но он, соответственно, проходит чуть позже. На самом деле много разных активностей. Например, в июле будет у нас в Питере проходить слет игроков Ив Онлайн. Поэтому, если вдруг вы играете, то присоединяйтесь. Вот так выглядит пейзаж Исландии. Это такая. Камни, покрытые мхом. Известный бренд. Норс-66. И такие плакатики. Жду весны с 1926 года. В общем, мы там все дни были в Угаре. В Угаре. Встретили там грузина, который, вот он, находится в Майке Кис. Который живет в Германии. Прилетел в Рикавик тусить. И такой. И мы с ним еще по-русски общались. Он очень забавный персонаж. Это уже, вы видите, такой косплей. Это Спейс Поп. Да, вот достаточно такой известный персонаж. Стал он несколько лет уже ездить. Как бы у него целый культ уже почитателей. Мы с ним потом плавали отдельно в бассейне. Классный мужик. А это его всякие сподвижники, помощники. Выглядит, конечно, у женщины как потрепанная проститутка. Вот эти такие. Более свежие фанаты. Они поинтереснее. Каждый фанфест проходит такое мероприятие. Называется Паб Краул. Когда огромная толпа людей ходит и бухает по всему городу. От паба к пабу. Там какое-то количество пива оплачено. Все, в общем, в пьяном угаре. Толстые бородачи. И вот эти фанаты в онлайн ходят и глушат пива. Сообщаются со всеми. Тоже прикольно. Вот это я снова с этим спейс-попом. Такой он прикольный костюмчик. У него там прям целый алтарь поклонения был отведен. Само мероприятие. А, нет. Это мы ходили... Приезжал профессор из Женевского университета. И рассказывал про... Экзопланеты. В общем, такая. Ну, достаточно скучноватое. Привет, новый подписчик. Мне нравится эта анимация с двигающейся жопой. Рассказывал достаточно скучно. Ну, не знаю. Такой прикольный дедушка. Похож на пингвина из Бэтмена. В этом году также было 20-летие компании CCP. Сделали 20-метровый торт, который все присутствующие с удовольствием поели. Вкусный, да. Только очень сладкий. Очень сладкий был. Так, это вот Пап Кроул начинается. Прям мы... Мы не успели на него. На начало. Но... Там, в общем, они выпили прям на старте палет пива. Такое было забавно. Офигенные виды. Это прям из Харпа. Это место, где проводился фанфест. Там через... Через речку видно горы. И это прям... Привет, Андрей. Привет, Мартин. В общем, виды офигенные. И как там работать, непонятно. И вода голубая. Прям голубая-голубая. Но чертовски холодно. Этого персонажа, надеюсь, вы знаете. Это Ходор. Ходор. Он... На одном из вечеров. Там был такой диджей Туса. И он крутил винил. В общем... Холд Задор. Был диджей Ходор у нас. Было забавно наблюдать, как вот эти вот все бордачи танцуют. Сначала мы пришли. Все такие стоят. Что-то потом все раз. Зарядились, зарядились, зарядились. И прям там как пошли отплясывать, как в клубах. Прям вообще замечательно. А это уже мы потом ездили. Не знаю. Последний день мероприятия. Это называется место Голубая лагуна. Там термальные источники. Вода голубого цвета. И какая-то специальная мазь. Это уже не то. Это уже вчера. Специальное там очищение. Крем. Все, в общем, классно. В общем, и поработали. И отдохнули. Вот этим примерно мы занимались неделю. И теперь мы готовы вернуться к вам. К нашей традиционной... К нашему традиционному обсуждению новостей. Чатики все вижу, читаю. Всем привет. Все. Рад снова вас видеть. Как я говорил, Тарас у нас что-то приболел. Ест таблетки, пилюли. Будет, скорее всего, завтра. Друзья, мы начинаем. Друзья, как вы знаете, конкурсы. Да, мы начинаем с конкурсов обычно. Че-то я про них совсем забыл. Потому что конкурсы, которые я провожу, они кончились. Я знаю, что у нас сейчас проходит конкурс по... Унтер продлил сейчас конкурс по первоапрельской каких-то шутехах. Когда любой желающий сможет выиграть какую-то игру от компании GOG. Ссылочку я сейчас на него скинул. Он еще идет. Заходите, смотрите. Плюс. Вчера опять Унтер запустил конкурс по игре... Вархаммер 40 тысяч. Даун оф Вар. Третья часть. Можете написать какой-то слоган, девиз и выиграть копию игры. Я буду так на расслабоне говорить, потому что я еще сам в стезю не вошел. Так, какие у нас еще были конкурсы? У нас еще идет конкурс по игре... Икарус. Это не автобус, это игра Икарус. Конкурс, в котором вы можете выиграть планшет для рисования ваком. Вот такой вот красивый планшет. Придумай маунты для игры и выиграй планшет. Заходите, смотрите. Конкурс еще идет. До которого числа он идет? До 20 апреля. Еще 8 дней будет идти этот конкурс. Вы просите про какие-то конкурсы еще рассказать. Сейчас я посмотрю, что же у нас еще были за конкурсы. Все, больше ничего нет. Что-то жена ворует. Что-то своровала. Своровала что-то жена. Вот, друзья. Если вы про какие-то конкурсы не икарус, автобус, нужно еще напомнить. Пишите. Я постараюсь вспомнить. Может быть, в архив сходить? Тарас заболел, с Киев приболел. Что же такое? Весна. Весна. В общем, друзья, все. Давайте. Поехали. Музычка не громко. Все ок. Я, честно говоря, буду сейчас вместе с вами знакомиться с новостями. Я их не успел почитать. Вчера появился слух, что Байвер Остин, это штаб-квартир компании, которая занимается разработкой игры Star Wars The Old Republic, работает над неким новым проектом. Причем, если верить слухам, то речь идет о продолжении знаменитой серии RBG Star Wars The... ой, Knights The Old Republic. Прошлую часть... Че за чудаки дизайн твича? Чего? Не понял ничего. Ладно. В общем. По словам известного инсайдера игровой индустрии, сперва речь шла о ремейке, оригинальный которой. Однако, в процессе разработки проект развился в более масштабный отдельный проект. Стоит обратить внимание, что любая игра, которая будет создана по вселенной Звездных Войн, получит официальный статус канона, который, к сожалению, не могут... которым не могут похвастываться предыдущие игры. Поэтому у вас... Ну, в общем, друзья, Звездные Войны в последнее время всех... Всех... Эту новость уже проверили. А я еще до этого не дошел. Это слух. Это слух. Мы к этому вернемся еще. Ну, ок. Щечки. Блин, друзья, ну Звездные Войны это классно. Сейчас все параноид по поводу Звездных Войн. И прям все такие вах-вах-вах. Хорошо, хорошо, хорошо. Посмотрим. Также у нас вчера выкладывал фанатский... Фанатский ролик. Так, Андрей, когда сообщите? Сейчас посмотрю. Один из наших посетителей сделал видео-обзор на... Какое-то как-то... Видео-превью. На новой MMORPG. Ashes of Creation. И вы можете зайти посмотреть его. Я только что скинул ссылочку в оба чата. Плюс у нас есть новости по игре. Ну, смотрится так. Достаточно забавно. Не знаю. Посмотрим. Мы за ней следим. Как вы знаете. Вот. Спросили по поводу конкурса по Плантрониксу. С наушниками. Собственно, Тарас сегодня... Вчера собирался подвести итоги. Не знаю, где они. Он должен сегодня подвести их, скорее всего. И объявить победителей. Так что следите за новостями. Все у нас будет. Ой, точно. Рисуй Икарус. Также вчера выложил новое руководство. Советы и подсказки по Guild Wars 2. Выход игры состоялся в далеком 2012 году. Кстати, игра очень крутая. Мне прям в нее нравилось играть на старте. Но в нее до сих пор прибывают новые игроки. И поэтому специально на них мы подготовили всевозможные советы и подсказки. Так что если вы только начинаете знакомиться с миром этой игры. Мы подготовили для вас специальную тему с советами и подсказками. Которые вам помогут освоиться в мире. Добыча экипировки, вероятно, это первостепенное дело. Так как наличие полного набора экзотической экипировки. Так как при наличии полного набора жить и существовать, играть интереснее. В общем, друзья, Guild Wars 2 очень крутая игра. С интересными квестами, ворлд событиями, различными активностями, которые происходят на карте. Если вы еще не знакомы с игрой, присоединяйтесь, смотрите, читайте гайды. Все. Блин, что с твичом? Что у вас? У вас все какой-то пердак горит. Все вообще отлично. Ничего не изменилось. Что с ними и так-то? Не знаю. Ладно. Состоялся официальный анонс Naruto to Baruto Shinobi Striker. Компания Bandai Namco официально анонсировала мультиплеерный файтинг Naruto to Baruto. И сейчас об этой игре известна следующая информация. Данный проект выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Интерфейс будет доступен на разных языках, в том числе русский. Озвучка будет английско-японской. Сражения между играми происходят в формате 4х4. У вас будет возможность побегать по стенам, исследовать живописные карты, оценить возможные приемы и нинджитсу. Нинджитсу. Вы сможете поиграть за различных известных персонажей Наруто, видимо сериала. Также чуть ниже вы обнаружите трейлер, который отлично демонстрирует игровой процесс, внутриигровые механики, графику и не только. Более детальные подробные информации об игре появятся чуть позже. Ну, смотрится достаточно забавно. Я не люблю, правда, все файтинги. И Наруто я вообще как-то не перевариваю. Но знаю, что у игры есть большой комьюнити. Так что на Твиче просто тестят новую шкурку. Есть вот, не знаю, друзья. А у меня что-то вот синенькое все на меня нет, не парит. Да какая разница, тестят и тестят. В общем, файтинг во вселенной Наруто. Пожалуйста, вот ссылочка. Читайте, смотрите. О, какой здесь красавчик. Дальше что поехали. Блесс. Открылась первая часть рейда. Усыпальница Короля Воина. Ну, Блесс. Кто ближе в лес, тот дальше вылез. Ладно. Блесс. Я за Блессом не слежу. Поэтому, если вдруг вы следите за Блессом, я вам просто накидаю ссылок. Ходите, смотрите. Вышел новый контент-патч для русской версии игры. В игре наконец-то появилась первая часть рейда. Усыпальница Короля Воина. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла. Ну, в общем, традиционное наше обсуждение игры Блесс. Персона 5 заняла первую строчку в чартах продаж Британии. Мне кажется, вы знаете, в Британии, вот в этих чартах, там, что только не занимает первое место. Но отменно видеть там, что GTA 5, игра, вышедшая 4, мать его, года назад, до сих пор в этом чарте сидит. Не какая-нибудь FIFA 13 или Mass Effect 3, а GTA 5. В общем, друзья, и Tom Clancy Wildlands. Игра, до которой никак у меня не доберутся руки. Я сейчас прохожу Horizon. В общем, Персона 5 заняла первую строчку в чартах продаж. Это... Персона 5 считается очередной прекрасной игрой от студии Atlas. Причем многие геймер-журналисты называют ее лучшей в серии. И, кажется, продажи в Великобритании подтверждают это дело в том, что Персона 5 стала первой GRPG, то есть японской RPG, которая смогла взять номер 1 в чартах Соединенного Королевства 2013 года, когда выходила НИНУКУНИ. Даже такой гигант, как Final Fantasy XV, не смог повторить подобный успех и остановившись в шаге от вершины. В общем, видимо, это либо британские ученые что-то доказывают. Привет, привет, Вероника. Ммм, женщины. В общем, японская RPG имеет место быть и, как вы видите, Персона 5 доказывает это. Надо, видимо, поиграть в игру, посмотреть, надо ее записать в тот список ожиданий, игры, которые у меня лежат и в которых надо поиграть. Сначала надо пройти Horizon, потом надо поиграть в Violence, потом надо поиграть в For Honor, потом надо поиграть в Андромеду. Ее, конечно, до патчет. Плюс потом. Я выпросил у коллег The Last of Us Remastered. Это для PlayStation 4, потому что я в нее играл очень давно, когда она выходила на PlayStation 3. И вот, вот, вот. И потом в этот список еще можно, там еще Final Fantasy стоит, пройти там последнее дополнение к Ведьмаку. И, в общем, игр миллион, когда во все играть, непонятно. Что же, Down of War, Warhammer 40,000 кинематографический трейлер. Вышел вчера. Тебе сейчас жена даст женщину. Жена внизу, и она не слышит. В общем, компания Sega представила новый кинематографический трейлер The Exordium, новая стратегия, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нас ждут довольно жестокие сражения в следующей части серии Down of War, которые показаны в новом ролике, открывающем сюжетную кампанию Warhammer 40,000. Свирепые орки разрывают планету Кипр. У нас на планете Кипр это остров, но, видимо, где-то есть планета Кипр, и киприоты это такие прям завоевали целую планету. Которые уже находятся на грани полного уничтожения. Только вмешательство кровавых воронов под руководством мастера Габриэля Анджелоса могут сохранить планету от зеленой напасти, поглотившей ее. Кажется, я в фильме про Warcraft такое слышал, читал, видел. Ранее разработчики выложили видео, в котором сделали обзор процесса создания кинематографических роликов и рассказали множество подробностей, связанных с трейлерами. Если вам интересен процесс создания подобных видео, изучите видео под спойлером ниже. В общем, друзья, если вам нравятся кинематографические ролики по играм, пожалуйста, ссылочку я уже скинул. Вот, Кипр, да. Давай в ВК поговорим, давай в ВК поговорим. Напиши одним предложением, не знаю, одним сообщением все, что ты хочешь сказать. И я буду без этого. Привет, как дела? Есть минутка? Это ты так думаешь, что женщины не слышат, что они такие. Да, да. Окей, о, смотрите. Началась регистрация на турнир по игре Master... Ой. Master X Master. На портале GoHaru, да? Playmxm.ru. При поддержке... А, при поддержке нашего портала. В общем, GoHaru совместно с русскоязычным сообществом Playmxm.ru проводит турнир по новой мобо-игре от компании NCSoft. Игра, не знаю, мне она не очень нравится, но у нас в команде есть люди, которых она прет. И поэтому мы вот, Химера, Хидео, Ашенвейл, будут принимать активное участие в этом турнире. Если вам хочется поучаствовать в этой игре, в этом турнире, пожалуйста... Насколько я знаю, тест сейчас идет на Европе. Да. И играть будут, скорее всего, тоже на европейском сервере. Не ждите коллекционной карточной игры по парту Foxile. Ну и хрен с вами. Get Even, сюжетный трейлер Lose Ends. Опять. Смотрите, здесь Bandai Namco большими буквами написано, а внизу было маленькими буквами. Видимо, ребята никак не могут сосредоточиться, как же писать название компании. В общем, компания Bandai Namco Entertainment представила нотки... Новый. Короткий, побочный, сюжетный трейлер приключенческого экшена Get Even. От студии TheFarm51. Просто попытаюсь исправить все, собрать все воедино, исправить совершенные ошибки. И стараясь не наделать новых, вам предстоит сосредоточиться на окружающем вас мире в попытках понять, что настоящее, а что вымысел. И в итоге освободить заложницу и обезвредить бомбу. Блин, пока прочтешь, язык сломаешь. Спасая не только себя, но и других реальных и вымышленных обитателей. В заброшенной психбольнице. В общем, у меня тут раньше был такой вместо Тараса Бинго Бонго. Вымышленный друг. Видимо, игра что-то... Что-то из этого типа. Надо спасать и вымышленных, и невымышленных персонажей. Гоха, ответь, кто выиграл в конкурсе ПВО? Lord of Feodal. Не знаю такой игры. Lord of Feodal. Спросите у новостей. Наверное, Life is Feudal. Очередной слух. Второй. У нас что-то Ocean Vale по слухам такое специализируется. Главная студия BioWare представит свой новый проект на E3. В то время, когда черние студии работали над различными проектами, такими как Dragon Age Inquisition, S.V. Thor, Mass Effect Andromeda, оригинальная студия, находящаяся в Эдмонде, продолжала хранить молчание, трудясь над чем-то действительно новым и необычным. Речь идет о первом новом IP, разрабатываемой той самой командой, что подарила нам оригинальную трилогию Mass Effect и первые игры Dragon Age. И вот в сеть утекли первые подробности проекта. Мы все знаем, как в сеть утекают эти неожиданные утечки. Прямо как у женщин, которые идут по календарю. Игра получила кодовое название Дилан. И именно так зовут главные герои. Название, естественно, еще не окончательное. Нас ждет sci-fi. То есть научная игра, в чем-то напоминающей Destiny и The Division, в том плане, что в ней имеются некие ММО-элементы. Можно назвать ее полу-ММО. Ни о чем не говорящая строчка. Утекла все эти информации, что это действительно крупный проект, на который было потрачено 4 года разработки. Возможно, это самый масштабный проект в истории BioWare. Он немного масштабнее, например, Андромеда. Он намного масштабнее, например, Андромеда. Ну, как интересно это звучало в оригинале. Плюс это будет кооперативная игра. В ней будет возможность играть вместе со своими друзьями. И стоит ожидать анонса этой игры уже летом в рамках E3. Странно, но кажется, студия BioWare работает с Electronic Arts. А Electronic Arts на выставку E3 не едет. Каким образом это будет происходить? Непонятно. Скорее всего, если и будет анонс, то он будет происходить... Ой, два раза прочитал. В рамках мероприятия, которое происходит перед выставкой E3 от Electronic Arts. И оно называется EA Play. Наверное, правильнее так было бы это сказать. Ну, посмотрим. А, что-то насморк. Дальше ехали. Ехали. Вот игра, за которой я бы с удовольствием последил. Middle Earth Shadow of War. Новый геймплей и демонстрация города Минос и Тиль. Shadow of War... Как он назывался-то? Прошлый. В общем, предыдущая часть игры мне очень понравилась. Я ее прям прошел всю... В Steam у меня там... Ачивочка какая-то даже как-то состоит. В новом геймплейном видео от канала IGN и студии Monolith Production вице-президент креативного направления игры расскажет о некоторых особенностях рг. процесса в городе. Ничего себе. А, ну да, он выглядит же тоже так прыгал. В общем, друзья, ролик я так себе отложу. Я его чуть попозже сам посмотрю. И вам советую, потому что... Не знаю, достаточно... Достаточно, мне кажется, будет интересно. Мне вот это нравилась вся игра. И надеюсь, вам понравится. Игра, кстати, выйдет 22 августа 2017 года на ПК и консолях всех. Всех. Консолях нового поколения. Кроме Switch. Дальше пошли. Star Wars The Old Republic. Игра, которая мне дико нравилась по своей сюжетной составляющей. Каким образом, за сколько дней, недель, месяцев, лет на ПК и консолях мы сделали игру про теннис? Да вы что, теннис. Я на SEGA или даже на DENDI в теннис играл. Полно таких игр. Мне интересно, у меня монитор стоит на приставке. Не слишком ли высоко камера? Или может ее как-то нужно пониже ставить? Или так норм? Ладно. Итак, друзья. Уже вчера, 11 апреля, должен был выйти 5.5.2 для игры Star Wars The Old Republic. Но вот комьюнити-менеджер игры сообщил, что команда приняла решение отложить выход данного обновления на одну неделю. То есть увидеть его удастся только 18 числа. Связано подобное решение с тем, что разработчики недовольны нынешним качеством патча. Вы знаете, патч у нас не очень качественный. Поэтому нам нужна еще неделька, чтобы починить патч. Стоит напомнить, что обновление 5.2 вам предстоит в этом обновлении предстоит пройти новую сюжетную линию на ее кат. Вот, видимо, планета такая. Помочь империи или республике посетить новую дейли-зону, повстречать старых компаньонов, заработать новые достижения, пройти операцию Gods from the Machine и убить первого босса Тита. Оценить правки бла-бла-бла, системе бла-бла. В общем, друзья, SvTor очень крутая игра, но у меня все проблемы с играми сводятся у меня лично к одному. Мне некогда в них играть. Я в Horizon играю где-то вот... Я могу для себя поиграть, начиная где-то часов с 11 ночи и до 3 утра, а потом в 7 часов встаешь, ребенка в сад вести, то есть 4 часа сна, а потом утренняя передача, завтрак, потом зарядка и работа. Норм. Так что SvTor очень крутая игра, ссылочки уже, кажется, кинул, да. Да, новый контент-патч будет уже через неделю, заходите, смотрите. Очень будет круто. Overwatch Cloud9 стали первой западной командой, подписавшей подписавшей корейских игроков. Cloud9 это американская команда, киберспортивная, видимо, они наняли себе несколько игроков. Класс. Новости из мира киберспорта. Blade & Soul патч Вестник Смерти новые рейды ждут вас уже. Вышел патч Вестник Смерти для русского МРПГ Blade & Soul произошло разделение двух защитников духов-защитников на два предмета. Стали доступны два новых рейда Черная Твердыня и Рассветная Крепость, которые рассчитаны на 24 человека. Облик оружия больше уничтожается при изменении или отделении внешнего вида оружия. Введены новые... В общем, друзья, много всего введено. Если вы играете в чудесную киберспортивную ММО Blade & Soul, возможно, вам будет это интересно. Заходите, читайте... Ой... Я бы в гольф поиграл на ПК. Так, мы приносим извинения и берем себе недельку, чтобы пропатчить наш патч, который мы выпустим. Да-да, тип того. Так что... Blade & Soul взгляни в лицо смерти, гласит картинка. Пойду взгляну. Дальше что у нас? Fiery. Патч за 11 апреля. Это карточная игра, по которой у нас проходил конкурс. Коллекционная... Как их называют? Коллекционная карточная игра получила патч. Точка. Теперь игра поддерживает следующие языки японский, корейский, китайский и чешский. Улучшена производительность клиента и сервера, внесены правки в искусственный интеллект противников. Стала доступна андроид-версия игры в стадии раннего доступа, но самое главное это то, что у Paladins... Ой, тьфу ты у Paladins. Просто взял в руки кружку с Paladins. Я даже ее еще не вижу, но уже произношу. Что у Pandora теперь есть одиночный режим. Если вы захотите поиграть в него, то стоит учесть следующее, что попасть в одиночный режим, вам надо открыть ворота с помощью практи... Ну, то есть, в общем, Practice или Pandora монеток. Формат одиночного режима точно такой же, как и у PvP режима. Чем больше у вас побед, тем сильнее ваш противник. И, естественно, чем больше побед, тем больше наград. Ну, если вы вдруг играете в... Привет! Привет, Артем! Если вы вдруг играете в Faerie, пожалуйста, наверное, это вам интересно. Сорка, неплох. Там что-то уже какой-то... Пошел замес. И... Снова новости Overwatch. Новости разработки нового блик Ханза, а также новая коллекционная фигурка Мэй. Мэй. Ну... Ну... Ну, ок. Недавно генеральный директор командного шутера рассказал о том, что разработчики находятся в процессе создания трех легендарных обликов для любимого многими снайпера Ханза. Джефф обещает, что новые образы понравятся сообществу и станут удивительными пополнениями в коллекции. Если вы хотите насладиться Чиби Мэй, Мэй прикольная. Привет! А ты в какой категории стримов стримишь? Я стримлю по утрам в категории я еще не проснулся. Чтобы проснуться и прочесть новости за вчера. Чтобы не только вы их знали, но и я еще знал. В общем, друзья, коллекционная фигурочка. Мне показалось, что сначала это немножко ну, в общем, в меру своей испорченности. Я подумал, что это дорогое. Дальше что? Студия Remedy Entertainment разрабатывает новый проект новый проект от Remedy разрабатывается и для PlayStation 4. Заголовок ОГОНЬ! Предыдущий 2016 год фискально закончился довольно успешно. Рост доходов вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Все благодаря выходу в игре Quantum Break и доходу от предыдущих проектов студии. Ранее Remedy работали только с Microsoft, но следующий заголовный проект студии также выйдет и для консоли PlayStation 4. также студия работает над сиквелом популярного онлайн-шутера Crossfire в сотрудничестве с китайским издателем Smilegate. Crossfire у нас, кажется, Mail.ru издает. Более 20 лет мы находимся на верхушке глобальной игровой индустрии. Это большое достижение, которого добились всего несколько независимых игровых компаний. наши новые члены команды принесли много новых знаний из игровой и финансовой сферы, что поможет нам привести в действие новую стратегию и прийти к большему успеху, сообщил основатель компании Terro Vertala. В общем, мы будем зарабатывать больше денег, сообщил нам глава компании. Спасибо, Terro, ну и хрен с тобой. AMD купила стартап не Terro, специализирующийся на беспроводном VR. Ну, вся VR-тематика, она, в принципе, мне кажется, сейчас чуть-чуть переоценена, потому что Quantum крутая игра. Я согласен. Вся VR-тематика, я недавно общался на мероприятии Иисуса с главой, ой, на мероприятии, да, Иисуса, с главой одного из подразделений с вице-президентом компании, и он сказал, что, чувак, пока разработчики не сделают такую игру, чтобы люди захотели покупать VR, он так и будет в жопе. А, видимо, разработчики игры такие, блин, да, мы сделаем крутую игру, которая там будет иметь бюджет на несколько десятков миллионов долларов, а на чем они и люди-то будут играть, ни у кого же VR-а нет, и получается замкнутый круг. Почему люди помешались на VR? На самом деле, у меня есть PlayStation VR, и VR это совершенно новый опыт игры и потребления контента, то есть, это реально крутая штука, но, во-первых, на PlayStation он не очень крутой, то есть, нужно еще увеличивать качество картинки, да, а тот вариант, который делают для ПК, там, HTC или Oculus, они стоят хулиар денег, то есть, вам нужен комп за 100 тысяч рублей, появился еще этот сам шлем будет стоить, Oculus официально в России продается за 70 тысяч рублей, блин, вы можете сказать, блин, 70 тысяч рублей, столько же стоит и телефон, там, iPhone какой-нибудь, который каждый год себе покупают, но телефон это устройство, которым ты каждый день пользуешься, возможно, ты с помощью него деньги зарабатываешь, ты общаешься, ты в руках его дрочишь постоянно, а VR это какое-то развлечение, это как, не знаю, пойти в кино, каждый день ходить, это там раз в недельку, там, или еще что-то, и в общем, пока нет такого проекта, который бы прям глобально тебя засасывал в VR, все это будет как-то стоять на месте, но, на самом деле, если вы еще не играли в VR, никто вам не сможет передать тех ощущений, которые вы чувствуете, когда одеваете шлем, берете там контроллеры, буквально недавно мы ходили, мы делали, блин, мы делали вконтакте трансляцию на мероприятии по, на фанфесте, компания CCP представила снова игровой стенд с игрой Spark, это в общем, если вы не знаете, есть фильм Tron, и там есть сцена, когда главный герой на дисках борется, там, не знаю, диско-болл он называется, или как-то так, в общем, очень схожие ощущения, вам нужно этим диском поразить соперника, он вас кидает, вы щит ставите, в общем, это очень крутая тема, и я надеюсь, что она в этом году выйдет, и можно будет рубиться, это потому что, мне прям дико понравилось, я бы вместо зарядки в нее хреначил, прорывом будет VR-мм, ну, может быть, но, если вы хотите прям совсем такую лоховскую VR попробовать, в каждом телефоне есть, ну, в смартфоне есть VR-приложение, вы можете собрать дурацкий Google Cardboard, Cardboard, или, не знаю, купить его, он там стоит 5 долларов, или купить за 100-200 долларов есть шлемы, там, типа, Fibroma, и попробовать VR на мобилочках, а я на выставке E3 пробовал порно-VR, достаточно забавная штука, но так, но нет, но, интересный опыт, так, о, да, это будет интересно, да, так, там, маленький чатик, в Crossfire, минимум за 100к, нужен ПК, лучше за 300, это, да, а, сейчас, в многих, в России, не знаю, в мире, в России, во многих кинотеатрах, делают прямодельные зоны VR, и вы можете, не знаю, заплатить 200 рублей, и попробовать какие-нибудь игры, там, не знаю, там, обычные какие-нибудь, дают такие самые эмоциональные, какие-нибудь, американские горки, или еще что-то, если у вас, у друзей, у кого-то есть, там, PlayStation, и PlayStation VR, вы можете поиграть в Resident Evil, или и в Валькирию, ну, то есть, такие какие-то игры есть, пробуйте, смотрите, вон, в чатике, вконтакте пишут, что давно уже есть в городе такая тема, так что, вы можете перед покупкой попробовать, в Штатах, например, у них прям в Oculus, во многих магазинах, там Best Buy, кажется, делали демо-зону, и вы могли прийти поиграть, посмотреть, поехали дальше, и в онлайн, конкурс гайдов у нас продолжается, если вы играете в онлайн, и готовы поделиться своим сакральным знанием, того, как нужно правильно играть в эту игру, вы можете участвовать в нашем конкурсе, который у нас идет без остановки, он уже с декабря 2016 года, уже 5 месяцев получается, и если вы напишите интересный гайд, мы его у себя разместим, а вам заплатим 3 косаря, 3 косаря, больше гайдов, больше возможности выиграть, деньжат, в общем, таким образом, можно зарабатывать денежку в играх, также у нас такой же конкурс проходит по игре Black Desert, так что, если вы в ней разбираетесь, милости просим, Frostpunk, новый, необычный, городостроительный симулятор, от создателей, This War of Mine, я думал, сейчас напишут, от Сергея Собянина, в общем, студия 11-bit, известная по игре, This War of Mine, представила свой новый проект, городостроительный симулятор, Frostpunk, название Frostpunk образовано, от Frost и Steampunk, и отображает сеттинг игры, ледниковый период, возможно, результат ядерного апокалипсиса, в период которого люди выживали, с использованием пара, они парили, наверное, вот эти вот, как-то вейп, ну, вот эти все укурки, короче, которые вейп курят, не знаю, вокруг снег, холод и паровые машины, мир полностью замерз, а человечество использует паровые технологии для борьбы с невыносимым холодом, в текущем видеосообществу стало неэффективным, и вы должны изменить это для того, чтобы выжить, игра поставит множество философских вопросов, и вам придется выбирать, чем пожертвовать ради выживания, игра выжить, выживание, выживание, выжить, больше подробностей, включая дату релиза, стоит ожидать на протяжении этого года, ну, ну, ок, мы посмотрим, я вижу, что в ролике был показан какой-то город, в который все пытаются попасть, но по дороге в этот город срываются со скал, и, видимо, мрут, давайте, так, я уже ссылочку кинул, нет, не кинул, вот ссылочка, вейперы, ну, да, да, вот эти вот все парни, которые я на закон не нарушаю, мю онлайн, мю онлайн, это не мю ледженд, которая новая игра, а это старая игра, вскоре состоится открытие нового сервера, и начнется первая часть двенадцатого сезона, сегодня, то есть вчера, одиннадцатого апреля, вебзен объявил о том, что в игре выйдет новейшее обновление контента двадцать пятого апреля, выходит первая часть двенадцатого сезона, я, честно говоря, не знаю, чем эта игра, она так, а, ну, это вот, потратились на шоу с песком, так, это понятно, ага, идут, видимо, еще раз потратились на шоу с песком, ну, таким образом, видимо, ребята из вебзен решили порадовать нас, опа, Сиротин, три года тебя не видел, между прочим, Сиротин, каждый будень, каждый будень в десять утра здесь, присутствует, так что приходите, присоединяйтесь, мы обсуждаем новости, шутехи разные, шутим, чай пьем, обычно еще Тарас, который в играх разбирается, в отличие от меня, он что-то по делу говорит, а я так вот сижу и флужу, вчера вот подстригся, теперь у меня волосы короткие, в общем, конкурс по игре Warhammer 40 тысяч Dawn of War, Dawn, Dawn of War, я уже говорил в начале, если вы только что пришли, то я кидаю ссылочку в чатик на Твиче и Вконтакте, вы можете пройти, почитать условия конкурса, принять в нем участие, автор лучшего девиза и названия для региона получит копию игры Warhammer 40 тысяч, конкурс совместный наш и нашего любимого магазина G2A.com одна из моих первых игр на ровня с Ragnarok, да, да, такие старенькие игры, в общем, очень крутые, хорошие, такие, как линеечка, только в линеечку у нас еще играют, а в это вот уже, не знаю. Sacred Fire, компания по сбору средств успешно завершена, блин, мне так нравится анимация, когда вот эта прыгает, задница такая, фу-фу, сжечь, чуть более 30 часов осталось до завершения Kickstarter компании по сбору средств на разработку психологической RPG Sacred Fire от Poetic Studio, но основная цель уже достигнута, необходимую сумму собрана, и разработчики добавили новую дополнительную цель в 50-й... Сейчас, сейчас посмотрим на Kickstarter, давайте я вам сейчас скину ссылочку в чате, а то я буду в одиночестве смотреть, это ссылочка на вот эту новость, вот она, была цель, значит, 50 тысяч долларов, собрано уже 56, и прям в эфире сейчас счетчик обновляется, 1300 человек уже скинулись, 16 часов осталось до конца, что же, что же, что же, ну, начиная, смотрите, от 20-ки долларов, вы уже получите копию игры, две цифровых wallpaper, ну, обоины для рабочего стола, и прочее, 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 если вам интересно, посмотрите, давайте почитаем все-таки, что здесь у нас такое, в момент написания новости было 54 тысяч, сейчас мы видели, что уже 56, разработчики, бла-бла-бла-бла-бла, 55, они могут реализовать в игре улучшенные возможности по кастомизации персонажей, то есть, уже достигнули цифры в 56, разработчики, благодаря всех, кто поддержал проект, уже более тысячи, ну, уже 1360, мы сейчас смотрели, для самых завзятых фанатов, которые решили получить, почему я сережку в руках тереблю, она мне нужна, чтобы в телефоне симку вытаскивать, для самых фанатов, которые решили получить издание Collectors Edition Box, разработчики дополнили список играт, в которые теперь входят коллекционная коробка и копия игры на DVD или USB флешки на ваш выбор. Вот это, кстати, офигенный шаг, потому что в жопу DVD, да кто использует диски в 2017 году? Ну, 3000 рублей на 10 шаверм. Сейчас про шаверм отдельно пошучу. Постер от Карада Ванелли, не знаю, кто это, оригинальный постер Sacred Fire, набор открыток в стилистике игры и написанная от руки благодарность от команды поэтик в студию. Ну, круто. Также, теперь, по вашему желанию, ваше коллекционное издание может подписать Даг Кокл, актер озвучки игры Sacred Fire, Ведьмак 3, в скобочках Геральт, ну, конечно, если вы в русского играли, то вы его не слышали, и который был удостоен премии Золотой Джойстик Авордс. Поддержать разработку можно на официальном сайте компании. Ну, в общем, друзья, ссылку я уже кидал на новость, если вам интересно, присоединяйтесь, смотрите. Поехали дальше. Твичанский. Немецкое правительство приравняло стриминг к радио или телевещанию и теперь требует покупки лицензии. Очень интересная новость, кстати. Сегодня появились печальные новости для немецких стримеров. Дело в том, что немецкое правительство приняло решение приравнять трансляцию стримов к теле или радиовещанию, что означает, что теперь, если вы хотите ввести свой собственный канал на Твич ТВ, то вам придется приобрести лицензию, которая стоит от 1 до 10 тысяч евро, в зависимости от количества зрителей. Те же, кто этого не сделает, будут квалифицироваться как владельцы пиратской станции, а значит, их каналы будут подлежать закрытию. Вот это интересное название ведомства Ландос Мединанстальт, ведомство, занимающееся этими аспектами, отметила, что законы по этому поводу устарели и, скорее всего, будут изменены в скором будущем. Причиной для введения таких изменений стала попытка ТВ и радиокомпании избежать уплаты лицензии, прикидываясь стримерами. Будем надеяться, что наше правительство не решит последовать подобному заразительному примеру и не введет ну, идиотский комментарий опять, да. Срали они на них. Немчура попала. Продам носки из шерсти шотландского кота. Ну, немцы, они еще те, эти, вы знаете же, это вот, это вот их фильмы, где там я-я, дастыш, фантастыш, вот, мне кажется, у нас просто запрет. Да нет у нас никого в запрете. Стрим сколько хочешь. Процессоры AMD Ryzen 5 уже в продаже. Кстати, друзья, хотел о вас узнать. Я вот уже, не знаю, давно собираю компы на базе Intel'а себе и думаю, а интересно ли было бы собрать что-нибудь такое на AMD и разыграть. Как вы думаете? Я просто, что-то у меня вот была идея сделать такой спецпроект и разыгрывать по компу каждое там лето, весну, осень, зиму. То есть, в течение трех месяцев я бы его потихонечку собирал, делал обзорчики, видео бы для вас показывал, а потом бы в итоге как-нибудь его разыгрывал. Я просто, вот, единственное, что не могу никак понять, как мне бы вот вовлечь зрителей, читателей во весь этот процесс, чтобы они как-то там участвовали и чтобы там, не знаю, какую-то активность они проводили тоже, чтобы было видно, что вот это все работает, потому что хочется мне каждый квартал разыгрывать новый комп, представьте, в год, не знаю, четырем людям хрен знает каким дарить по компу, это же круто. Мне в жизни хрен, мало кто что дарил полностью на AMD, да не знаю, ну вот, это идет процессор, видимо. Ну, если делать, например, процессор AMD, то логично было бы и видео сделать с AMD. Хрен его знает. В общем, они же память не делают. Да нет, ну, конечно же, я имею ввиду только AMD, те компоненты. Intel тоже не делает там, что он не делает. Intel все делает. И SSD делает, и видео делает, все делает. В общем, нужна суперохлаждение. Ну, ладно. Короче, AMD начали продаваться, все круто, новым подписчикам привет, я вас люблю, но анимации, блин, надо какой-нибудь звучок-другой поставить, а то, что это без звука. У меня там стояла прикольная музычка. BattleRide вышло обновление с очередным номером, не люблю я эти новости, не люблю игру вот это вот 0, 11, 3, да. Ну, ладно. Ладно, раз уж мы тут про новости, свою не люблю, засуну в жопу себе. В игре были добавлены новый режим, который может будет опробовать ограниченное количество времени, а также появился новый маунт, новый легендарный облик, и были доработаны несколько героев. Нововведенным режимом стала пасхальная потасовка. Пасха, что ли, скоро? Для меня Пасха это кексики и яйца крашеные. Все, все, что три сундука дали за входом в BattleRide. Ай, я зашел в BattleRide, получил сундуков. В общем, друзья, если вам интересна игра BattleRide, меня дикая игра вымораживает, а Тарас пишет, что игра ОК, а я просто ни хрена не понимаю. Так что заходите, играйте, смотрите еще одна игра, которая мне не нравится, Injustice 2. Новое видео от разработчиков расскажет о новой системе снаряжения героев. Injustice 2 это файтинг между супергероями смотрится достаточно комично, когда Супермен бьется с Бэтменом, кошкой, или там с точки зрения физики и прям меня они вымораживают. Ну ладно. Компания Warner Bros. Interactive Entertainment и DC Entertainment представила новое видео, которое расскажет о снаряжении файтинги Injustice от студии NetherRealm. Новый обзорный видеоролик всецело посвящен новой системе снаряжения в супергеройском файтинге Injustice 2. Соревнуясь с другими игроками, вы будете получать случайную новую экипировку по результатам матча. Она позволит сделать вашего героя сильнее, а также сделать его внешний вид уникальным. А, ну то есть она будет не только косметическая, она еще и будет дамажить. Да, и вот тут дальше Сиротин не дочитал, поехали дальше. Новая экипировка это не только внешний вид, но и возможность улучшить характеристики персонажей и подстроить их возможности под ваш стиль игры. Каждая победа сделает вашего любимого героя сильнее и откроет новые стратегии ведения боя. Также каждый добытый предмет можно будет надеть с выбранными вами цветом, что увеличит возможности по настройке внешнего вида. Объединяя однотипные предметы в наборы вы получите еще больше еще более мощные бонусы. Ну, логично, потому что вы сет собираете. Развивая вашего персонажа вы будете открывать все новые предметы, оружие, броню, умения и специальные удары камбулины. Релиз состоится 19 мая 2017 года на PlayStation 4 и Xbox One с субтитрами на русском языке, а уже доступен предзаказ предзаказ доступен. Скоро ждем. Вот я любил Mortal Kombat вообще дичайшим, но когда стали там выпускать уже там вот Mortal Kombat XL, 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 там Mortal Kombat S. У вас какой Mortal Kombat? S. Ну вот, давайте, забираем. Сейчас буду в 12 ее стримить. Кого ты будешь стримить в 12? Battle Ride? Дальше поехали. Uncharted The Lost Legacy новый кинематографичный трейлер и дата выхода. Вот, вот это игру, смотри, кстати, уже второй релиз на август уходит. Компания Sony представила новый кинематографический трейлер и анонсировала дату выхода нового приключения Uncharted The Lost Legacy от студии Naughty Dog. Новое видео демонстрирует одну из сцен нового приключения Хлои. Давайте я ссылочку на Uncharted скину. Девятый крутой и десятый. Mortal Kombat. Ае! Ваше здоровье. Остывший чай. И Надин, в котором они пытаются найти подсказки, ведущие к месту нахождения священного бивня. У меня в детстве была игра, называлась она Белая ворона. Это типа монополия сейчас. Но это было прямо давно-давно, то есть еще в Союзе, наверное, не знаю. В общем, там тоже был бивень мамонта. Попытки вернуть украденный артефакт отправляются в Индию, чтобы предотвратить получение такого мощного предмета военным преступником. Такого военным преступником. Чтобы предотвратить получение такого мощного предмета военным преступником. Несмотря на личную неприязнь, они вынуждены работать вместе, чтобы найти артефакт, проложить себе путь боем и предотвратить военный хаос в целом регионе. Это, знаете, похоже на этих американцев, которые такие «А, давай мы Пойдем мучить весь мир Как нужно правильно жить, поживать И добра наживать, батлрайт именно Да, ну ок Да, кстати, пойду чайку налью Ое В общем, Uncharted Lost Legacy Выйдет уже 23 августа Как отдельное самостоятельное приключение Но владельцы издания Uncharted 4 Digital Deluxe Edition И набора Explorer Pack Получат ее бесплатно А у меня, кажется, никакого нет Я отдал его Тарасу Ну, в общем, Uncharted такое Я под четвертый засыпал Ну, люди говорят, прикольные Такое кенцо интересное Ссылочку я уже на него скинул Следующая новость Buy On It Состоялся релиз ПК-версии игры В Steam Сегодня случилось Долгожданное событие для всех ПК-игроков и фанатов Экшенов Байонета От студии Палатином Геймс Игра вышла в Steam Байонета на ПК поддерживает Высокое разрешение И частоту 60 кадров в секунду А также все возможности Steam Вы сможете дрочить на ачивки Получать их Продавать их кому-то другому Все Сможете это делать Достижение Контроллер Коллекционные карточки И облачное сохранение Разработчики рекомендуют Играть с контроллером В скобочках Геймпадом По их мнению Это лучшая версия Данной игры В общем друзья Байонета Он такие В чатике О Пойду куплю Лучшая игра против После Devil May Cry Сюжет приключенческого экшена Байонета Поведет историю Последней Из древнего рода Клана ведьм Красотки Байонеты Ее задача Защищать наш мир И Этой возможности Она ждала последние 500 лет Для того что До того как ее не разбудили То есть она вроде спала А вроде ждала Так А далее ее ждет Великое сражение С бесчисленными армиями ангелов И Великанов За будущий человечество Попутно Разгадывает тайны Своего Прошлого Которые она забыла Какой-то уже избитый сюжет Вот это вот Я проснулась А где это Последний раз это было Так вот же Совсем недавно Ghost in Shell Да Что-то такое уже было Оригинальная версия Вышла в 2010 году Че серьезно? На консолях PlayStation 3 И Xbox 360 А 2014 вышла на Wii U И вот Спустя 7 лет Она добралась До ПК Ты че там говоришь? Крыша поехала В общем друзья Майонета Спустя 7 лет Для ПК бояр Завезли Игру Окей Поехали Поехали дальше Не дня без Warcraft World of Warcraft Внесены исправления От 10 апреля Ну Для тех Кому World of Warcraft Не интересен Я думаю Они вообще Ни о чем Не скажут Да Например О том Что способность Артефакта Охотников Громовой зов Теперь она Наносит на 50% Больше урона Всем Кто Не следит За этим Мне кажется Положить большой Болт Да Если у вас есть Болт А если у вас Нет болта То что же Вам можно Положить Тоже Болт Не важно Grand Turismo Sport Европейская бета Стартует уже На этой неделе Недавно была Американская бета Видимо Теперь вот Европейская Компания Sony Сообщает о том Что европейский Этап закрытого Бета тестирования Гоночного симулятора Grand Turismo Sport Начнется в эту Субботу 15 апреля Если вы хотите Принять участие В тестировании И помочь Разработчикам игры Вы можете Оставить заявку На специальной странице Так Ссылочку Сейчас я вам кидаю Если вы играете Если вы фанат гоночек То Почему бы и нет На специальной странице PlayStation бета И на официальном А ну-ка А вот могу я Вот так вот Сейчас нажать Так Введите В ваш Sony ID Смотрите Я ввожу Sony ID Нажимаю Отправить Он такой Все Вы зарегистрированы На бету Блин Вообще Два клика Всего И поиграть Немножко в игру На халяву Если дадут Я вот эти Никогда даю До релиза игры Я прям Вот их люблю играть Ну правда Не беты Ну ладно Или на официальном Сайте игры Все выбранные Разработчиками Игроки Получат оповещение На почту Указанную При регистрации Соответственно Вашего аккаунта Напомним Что на Закрытый бета Тест Игроки смогут Опробовать Определенные Автомобили И трассы В сетевых Заездах А также Новую игровую Функцию Профиль гонщика Который позволяет Отслеживать Вашу статистику И рейтинги Безопасности Рейтинги безопасности С большой буквы И скорость С большой буквы Видимо Видимо Надо что-то С русским Немножко Ладно Релиз игры Ожидается В этом году Икклюзивно Для консолей PlayStation 4 Grand Tourism Крутая серия Согласен У меня где-то Вот там внизу Сейчас покажу Коллекционочку Ну вот Ну вот Ну вот Нет Не покажу В общем Вот это я кажется У меня Есть коллекционная Пресс-версия Прям она вообще Крутая-крутая Там медалька Еще что-то Но куда-то Я ее дел Не знаю Наверное Отнес на первый этаж И снова PlayStation 4 Много новостей Смотрите У них Pro нарисовано Прошечка Видимо На обычной PlayStation В Skyforge Играть невозможно Свербит внизу Окей Skyforge Состоялся Состоялся Релиз Консольной версии На PlayStation 4 Сегодня То есть Вчера 11 апреля Состоялся Релиз Бесплатной Консольной версии МОВРПГ Skyforge От Lod Steam На консолях PlayStation 4 Действия игры Разворачиваются На планете Элеон Населенной богами Кстати Целая планета Населенная богами И там им нужен Заурядный человек Чтобы его спасать Наверное Верховный бог Элай Исчез Но оставил частицы Своей Жизненной энергии Избранным Одним из которых Представит стать Именно вам Для того Чтобы защитить Свой дом От армии Отправленных Поработить этот мир Вам предстоит Стать Бессмертным героем А вера людей Вас Предаст вам Божественных сил Он Че Каждое утро Все новости За пару дней Не Новости За вчера Мы читаем Потому что Вчера Не успели Игра Доступна Бесплатно Для всех Желающих В PlayStation Store Где Также Можно Привезти Один из Наборов Предметов Которые Помогут вам Путешествия И сражения Напомню Что До старта Наборы Были От 1600 Рублей Самый Дорогой Кажется Стоил 5500 Рублей Но Кому Интересно Пожалуйста Заходите Смотрите А я уже Кидал ссылку Вот я Лошара А кто Из вас Гоха Гохи Гохи Тут нет Но Да Все мы Все мы Частички Поехали Дальше Состоялся Релиз 3D Платформера Юка Ли Мне вчера Что-то Предлагали На нее Ключ Но Я посмотрел На него И он Выглядит Как-то Достаточно Странно Ну Да Он Действительно Выглядит Странно Отправляйтесь В увлекательное Путешествие С друзья С двумя Друзьями Юка Тот Что Зеленый И Лейли Та Что Летает По множеству Различных Миров Ладно Хрен с ним Дальше Поехали И Валькирия Апдейт Граунд Раш Уже Доступен Для игры Вот Кстати Я попробовал Валькирию На Фанфесте И Написал Сегодня Вчера Написал В софт Клаб Дайте мне Ключик На Плейстейшн Хочу Поиграть Потому Что Там Реально По снегу Летаешь Вот Это Все Вау Вау Если Ну Опять же Играя Исключительно Для тех У кого Есть VR Либо Плейстейшн Либо Окулус Либо HTC Она Работает Только VR И Ок Ок На этом Пожалуй Все Что Еще А Вчера Еще На В Таллине Происходило Событие Которое Называется Ночь Игр Ролик Прислал Yourself Вот Это Он Достаточно Забавный Видос Он живет Сам В Таллине Поэтому Можете Зайти Посмотреть Он Рассказывает Как В Этой Прибалтийской Столице Проходит Это Мероприятие Игровое Валькирия Шикарная Тема Но Блин Жалко Что Для ПК Она Есть Но Нужен VR Нужен VR И Как Я Общался С Эндрю Это Главные По Валькирии Я говорю Давай Рассказывай Будет Она Для Обычных Людей А то Че Я Не Могу Сейчас Об Этому Говорить Вот По поводу Гринда Фэм Вот это Событие Называется Маннинг Ну Короче Как то Вот так Как он Ее Написан Он Потом Еще Словами Произносит Достаточно Забавно Сходите Посмотрите Может вам Понравится Гринда Фэм Это Наша Радио Р О Сиськи Ок Поехали Атомик Блонд Второй трейлер Женской Версии Джона А Ну это у нас Видимо по вечерам Начинаются Всякие Ролики Про Киношку Верда Глаза Ну посмотрим В общем друзья Какая то Женская Версия Джона Вика Видимо У женщины Тоже Убил Тот Собаку И она Пошла Всех Убивать Надо Отложить Этот ролик Посмотрите Если интересно Смотрите Присоединяйтесь А мы Идем Дальше Neverwinter Незримое Господство На PlayStation 4 Вы кстати Заметили Что Игры На Игры 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 Какие игры ММО Игры Стали Выходить На Консолях И Как бы Уже Очень Много Игр Выходит На Консолях Так Что Это Круто Это Круто Это Новый Рынок Как вы знаете Консоль Бояре Они Больше Платят Они Более Казуальны Для них Все Сделать Попроще Но Это Хорошо ММО РПГ Будет Жить Не только На ПК Но и На Консолях Кстати Тарас Который Тот Тот Парень Который Обычно Снизу Сидит Который В смысле Не под Столом Снизу А вот Там Где Аватар Стоит Сейчас В виде Лошадки Он Разбирается В играх И говорит Что ММО РПГ Играет На Консолях Ок Интересно И Круто А раньше Типа Мало Было ММО РПГ Да В общем Neverwinter На Консолях Ссылочку По традиции Кидаю В Чатик Neverwinter Онлайн Крутая Тема Но Только На Русском Сервере Делать Вообще Нечего Играйте На Консолях Вау Вау Опять Overwatch Третье Но А Вчера Запустил Это Обновление Временное Событие Метеж У меня Уже Друзья Вчера Прям Чатик Отдельный По Overwatch Все Уже Такие Давай Давай Но Из-за Того Что Я играл В Horizon Я пропустил Его В общем Overwatch Внутриигровое Событие Метеж Началось В архиве Командного Шутера Overwatch Хранится Множество Разнообразной Информации А кроме Того Исторические Реликвии Сегодня Началось Историческое Мероприятие Метеж Во время Которого Каждый Игрок Может Приобщиться К Истории Вселенной Игры И получить Памятные Облики Натих Героев Как Макри Мерси Трейсер И Гэнди Роковая Вдова И Роковая Вдова Что Я просто Гэнди Заадапнулся Кроме Того Вы можете Получить Более 100 Декоративных Предметов Которые Будут Доступны В игровых Контейнерах До 1 Мая 2016 Года Успейте Запастись Эмоциями Победными Позами Репликами Лучшими Моментами Граффити Обликами И другими Полезными Штуками В своей Коллекции Во время Мятежа Игроки Смогут Увидеть События Из Прошлого Поучаствовать В первом Бое Вместе С Трейсер Выигрывая В режиме Новой Потасовки После получения Все предметы События Будут вам Доступны После Получения Все Чего Блин Боже мой Ну что Тут с русским Закон Беда Какая Это Так Так Прям Язык Ломается В общем Друзья Овервотч Новые События И Еретик Тут Мне пишет Привет Что У тебя Там За Карточка А это Карточка От Blizzard Там Просто У нас На 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 Указан На Адрес Предсервер На котором Лежат Разные Картинки Гайды Для Оформления Видео И обзоров Финалка Да Я знаю Что Есть Финалка На Консоли Но Не играл Тарас Играет Второй Человек Который Разбирается В играх Он Сегодня Пришел Call of Duty Black Ops 2 Стала Доступна На Xbox One По Программе Обратной Совместимости Окей Hearthstone Окончился Первый День Глобального Чемпионата Россия Выиграла В Испании Ну И ок Вы знаете Что Между прочим В Hearthstone Чемпион Кажется Прошлого Турнира Который Буквально Недели 3 назад Завершился Где он Завершился Где-то На тропическом Острове Около Штатов На Багамах Старый Стал Уже Не помню Ничего В общем На Багамах Завершился Турнир И Россия Недержал Победу В общем Очень круто Классно Снова Новый Чемпионат Идет Снова Надеюсь Россия Победит Всех Хоть В чем-то The Elder Scrolls Online Разработчики Рассказали Подробности О новом Классе Вот Это уже Поинтересней Пожалуйста Вот я Ссылочку Кидаю Это Хромакей Или Фон Это Хромакей Хромакей Вот Да Впервые С момента Выпуска MMORPG TES Online Будет Выпущен Новый Класс Варден Мощный И Универсальный Страж Природы Появится Вместе С другими Новинками В дополнении TES Online Morrowind Уже 6 июня 2017 Года Разработчики Решили Рассказать Некоторые Подробности О новом Защитнике Тамриэля Варден Является Адапти 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 Руемым Ориентирован На поддержку Классом Он будет Лучшим Выбором Для игроков Которые Хотят Не только Убивать Противников Но Но Опять Запятой Нет Но И Оказывать Помощь PS Online Если вы Еще не Играли Попробуйте Может быть Вам Понравится И Вы Пропрётесь И Последняя Новость На сегодня Lord of the ring Online Вскоре Начнутся События Посвященные Десятой Годовщине Игре Насколько Я знаю Сервера Этой Игры В России Были Закрыты Компанией Mail.ru Видимо Че-то Не сложилось Или Уже Или Че-то В общем Десять лет Игре Если Вы Вдруг Играете В нее Если Вы Фанат Вот Этого Толкина И Всего Этого Прочего Приходите Смотрите Вот Ну что Друзья На сегодня Это все Спасибо Что вы Были С нами Подписывайтесь На наш Канал Чтобы Не пропускать Трансляции Каждый Будний День В 10 Утра Здесь Мы Обсуждаем Новости Игровые За вчерашний День Рассказываем Вам О Различных Бетах Доступах Акциях Фиг Акциях 18 Числа У нас Будет Раздача Ключей В Бету Квейк Чемпион Это Офигенный Шишутан Для тех Кто Помнит Второй Третий Квейк Это Просто Бомба Я играл Есть ролик У нас На канале Очень Мне понравилось Так что Заходите Смотрите Плюс Мы Рассказываем Про Конкурсы Я уже Сказал Раздачи И Обсуждаем Новости За вчерашний День То есть Послушав Нас Час Не знаю В фоне Где-то Может быть Вы едете В метро Или В Спортивном Зале Или Еще Где-то В общем Таким образом Вы будете В курсе Игровых Событий За Всерашний День Каждый день У нас Порядка Пятидесяти Обычный Бывает Тарас Но Вместо Него Сегодня Этот Прекрасный Единорог Просто Улыбается И молчит Залейте На стрим Ко мне В 12 Первый Заход Залетайте Да ну В баните Я пойду Сейчас Дела Делать Вон там Что-то Надо Поработать Потом Надо Пойти Позаниматься Полчасика Андрей ВК Написал Обнови Страницу Там еще Накрепали Мы читаем Новости За вчерашний День А новости За сегодняшний День Мы будем Читать Завтра Вот На этом Все Андрей Сиротин Ваш Покорный Слуга Всем пока Подписывайтесь Ставьте Лайки До Завтрашнего Дня Увидимся Субтитры